Всем доброе утро, друзья! Сегодня у меня смена репертуара в моих завтраках. Сегодня у нас пицца. У меня пицца. Дети в школе готовят все бейглы, да бейглы. Мне-то они не надоели и чуть изменила композицию. Оливки и остался кусочек вафельного торта. На завтрак это вроде нормально, завтрак можно. У нас солнечно плюс 27 градусов, но утром начинаются такие сильные перепады температур. Сегодня было где-то плюс 17, но вот к концу недели я посмотрела, утром будет вообще только плюс 9. Днем прогреется до 21, но утром это просто холодрыга 9 градусов. Это прям совсем не комильфон. Я готовлюсь к уроку. В 12 часов дня у меня будет урок первый с репетитором по английскому языку. Готовлюсь потихоньку. Из хороших еще новостей. Одобрили мою заявку на вот эту платформу, что я вам рассказывала, где зарегистрировалась, чтобы фоткать товары, получать деньги. Пока что одобрили заявку. Сертификаты не одобрили. Фотки, которые я выслала им. Не одобрили, потому что до этого я сегодня только дошла. Потому что я делала вот это все на выходных. И на выходных, видимо, просто они не рассматривают. Вот прошло два дня и они только рассмотрели в принципе саму заявку, что я зарегистрировалась на этой платформе. Вот они только сегодня это прислали. Соответственно, они только вот сейчас начнут рассматривать все эти фотографии. Я готовлюсь к звонку репетитору. Тетрадка, ручки. Короче, ученица готова. Считала сегодня опять приближение урагана Милтона. Он движется напрямую на Тампу. Опять, когда видео смонтирую, уже будет более-менее понятно, что он там вообще принесет. Все, урок закончился. По итогу хочется сказать только одно. I feel, я чувствую, I feel like an idiot. Правильно? Хотя бы это я правильно сказала. Столько что-то незнакомых слов. Была тематика путешествий, travel, и я там что-то вообще... Половина слов просто впервые увидела. Вот эти упражнения, когда составь, сопоставь. Я занималась в прошлом году по рабочим тетрадям, Мёрфи учебник, и я немного занималась совсем. Вот эти все упражнения полностью на английском. Иногда, в общем, сложно. Сложно мне вот это дается. Короче, выписала себе целую страницу непонятных, незнакомых слов. А получается, он, как вот этот педагог, как носитель, когда я... Он говорит по-русски, но с акцентом, конечно, большим таким говорит. И слова объясняет. Тоже ему сложно дается объяснение слов. То есть я спрашиваю, что это обозначает, да, слово. Вот, например, сегодня для меня было новое слово таки. Вот. Он пытается объяснить, и так догадываешься наполовину. Безвкусные. Ну, вот, как таки-клоудс. Типа, безвкусная одежда. Мне вот в уроках с аппетитером, хотела тоже поделиться, не хватает немного, знаете, чего? Не хватает активности. То есть, чтобы уроки шли более активно, были более насыщенными. Мне кажется, как-то то ли паузы много, то ли вот из-за связи, потому что связь тормозила. Один раз она там... Я зависла, как это бывает, да, в скайпе. Нет, точнее, я зависла... Педагог завис. Может, из-за этого звук с каким-то запозданием доходит, я не знаю. Какого-то драйва. Не драйва, а вот активности не хватает. Я посмотрю, пока что, мне кажется, пользу приносит. Я узнаю новые слова, плюс общаюсь, опять же, на английском языке. Но я буду смотреть месяц. Месяц посмотрю, если мне по-прежнему будет вот этого всего не хватать, то может, стоит все-таки другого педагога поискать. Не держаться за одного, а искать лучшие варианты. Посмотрим. Ладно, я побежала. А то уже у нас полвторого, дети начнут приходить домой. Бонусы, какая-то машина. Все трещит, гудит. На улице тепло. 27, как я и сказала. В принципе, нормально. Но солнце жарко. А я вышла как раз днем опять. Ну, не успеваю я. Вечером все странно темнеет. Пока ужин. Пока всем приготовишь, накормишь. Все, темно. А утром не успеваю. Утром тоже у меня дела. Весь вот этот репетитор. Поэтому выползают днем. Но ветер такой освежающий. Пахнет свежескошенной травой. Они, наверное, косились сегодня. Хотя вот видно, плохо покосили, если косили. Видно, трава торчит. Но пахнет травой. Ой, вообще класс. Дышится отлично. У меня перерывчик небольшой. Под деревом. И поскочу дальше. Жарко, я хочу сказать. Прямо-таки жарко. Вот 27, это прям вот еще нужно прибавить, мне кажется, градусом 3, то есть за 30. Мне кажется, вот в Ростове, если вот осенью тепло, как бы было 20 там с чем-то, но все равно вечерами прям прохладно и кофточка требовалась. Здесь как-то солнце вечерами нагревает все. Весь воздух не успевает быстро остыть. Ночью только опускается температура. И утром, в принципе, так нормально. Сегодня было 17, сказала 17-18, но я вышла в майке. Ну, чувствуется воздух прохладный, но так, чтобы замерзла. Нет, такого нет. Опять надавила себе круги из-за очков под глазами. Мне Паша такую историю рассказал. Историю своего знакомства. Он играет в игры компьютерные, как все дети. И как все дети, знакомятся они там, в общем, с разными детьми из разных стран. Переписывается. И вот он мне говорит как-то. А было это после того, как я детям рассказала, какие последствия, что штормы, в общем, ну, старшим детям, что серьезные последствия принес. Там люди дома потеряли, там все прочее. Короче, Паша говорит, говорит, а я знаком с мальчиком год уже, год дружит в игре. Говорит, мальчик с Украины. И вот в тот день, накануне, короче, он говорит, играл, играл с ним. И мальчик пишет, что у нас сейчас сирена звучит. А живет он в Житомире. В Украине, в Житомире. В общем, на следующий день он отписался, что все прошло нормально. Сирена была, но все обошлось, в общем. И я это услышала, когда эту историю так стало, как бы не по себе. Мы сидим, ну, то есть, как один мальчик пишет из мирной страны, где сейчас все нормально происходит, точнее, сейчас ничего не происходит. И вот он играет, получается, по сети. И на той стороне звучат сирены, ребенок. Сложно все это принять до сих пор. Паша говорит, они не прячутся. У них там какой-то старый дом без подвала, без каких-то там, ну, где можно спрятаться. Наверное, свой дом. Вот. Такая вот грустная минутка вспомнилась мне что-то. Он мне до этого вообще не рассказывал. Играл, играл. И тут вот под впечатлением, что я рассказала, что дома рушатся, люди. Показала видео. И вот он мне рассказал. Иду тут каждый раз по траве и думаю, есть тут змеи или нет. Ну, по идее, на лужайки, что им делать, тут делать, да? Они же любят на более укромные места, чтобы деревья были там. Тут все на виду. Плюс траву косят. И все равно как-то стремно после того, как люди сказали, что находили змеи. Стрёмно. Идилия. Правда, вот там, за леском, там строительная техника. Что-то гремит. Не такая уж и идилия. Здесь идилия. Ну, тут бы под деревцом посидеть часик-другой с книжечкой. Пчелки собирают. Сейчас посмотрю по гуглу фото, что это такое. Вот такие растения у нас расцвели вот там. Желтые. Вот там все в них. Любопытно просто, что это ромашка? Или это просто вот это? Не, наверное, это что-то другое. Хотя похоже. Погуглила. Написано, что это золотарник. И он в медицине. О, бабочка. Использовался как мочегонное, короче, для почек. Противовоспалительное. Вот сейчас он цветет вовсю тут. И вон он впереди тоже. Вот. Прямо целые заросли его. А это что такое? Это что-то другое. Вон он. Его пчелки опыляли. Там кто-то скачет. Я говорю, глянь. Меня ругали, что я так говорю. Глянь я. Здесь, конечно, вообще балдеж. Говорю простым поэтическим языком. Балдеж. А пруд вот этот сегодня покрыт, наверное, пыльцой. Но когда я гуляла, вот там только пыльца была. Над бережком. А сегодня, смотрю, вообще весь покрыт полностью. Вообще пленка покрывает как будто пылью. Запылился. Нам обещали сегодня опять. Хай полон. Высокую. Вот эту. Высокую полин. Пыльцу, короче. Вот видно. Такая мутная вода. Что не хватает какого-нибудь каркадильчика. Страшненького. К счастью, их тут нет. Я вообще не думаю, что я бы смогла жить где. Присутствуют опасные животные. Типа крокодильчиков всяких. Мы с мужем ходили в лес. В прошлом году. Здесь в Хантерсвеле такой лесок. Огромная территория. Она называется, по-моему, Латте. Что-то такое. Что-то там. Латте, по-моему. И вот там лесок. И мы шли. Я выкладывала видео. Выкладывала. Никого нету. И вот мне так стрёмно было идти. Потому что я вывезь медведей. Там вот написано было, что водятся медведи. И какие-то дикие кошки. Тоже. Короче, сначала я, как только я зашла в этот лесок, наслаждалась прогулкой. А потом просто бежала, чтобы поскорее выбежать из этого леса. И я вот такой путешественник. Трусливый турист. Мне, конечно, хочется иметь природу рядом. Но вот, чтобы она была примерно вот в таком виде. Чтобы никто из кустов на тебя не выпрыгивал. Не мишка, не аллигатор. Вот змеи, да. Вот змеи, это, конечно, минус. Но, опять же, это парковая зона. Здесь, конечно, могут быть. Потому что вот там посадки, вот здесь, да, могут быть. Но все-таки здесь есть дорожки. На дорожку они могут вылезти, но ты их заметишь. А вот если бродить там, то скорее змея тебя, быстрее змея тебя заметит, чем ты ее. Вот тут вообще неживописно. Лавка. Как-то так они лавку поставили. Не очень удачно. Прибежала. Снова перекус. Бегу все-таки быть. Крем-чиз, бейгл, финики. Не знаю, немного ли я ем вот этих сухофруктов. Все-таки сладкие. Но вот это моя порция на день. То есть я больше не буду кушать. И вот я вспомнила, что у меня лежит черника уже какая-то вот. Испортилась. Вкусная очень из Алти. Сладенькая. Она мелкая, но очень вкусная, сладкая попалась. На вечер размораживаю мясо. Пока что не знаю, что буду делать. Как и с чем его лучше обжарить, либо запечь. Пока еще в размышлениях. Я придумала, что буду делать с курицей. Я буду ее запекать вместе с картошкой. Давненько не делала. Поставлю сначала курочку запекаться. Немного отварю картошку. Я ее варю до закипания. Провариваю еще несколько минут. А потом перекладываю в форму для запекания. Надо быстро готовиться. И вот так мы, пожалуй, сегодня и сделаем. У меня проблемы с детским питанием. Точнее, с тем, чтобы накормить нормально детей. Вот это блюдо, я думаю, все будут кушать. И не будут вот это мне высказывать. Это я ем. Это я не ем. Я думаю, это все съедят. Валя сегодня пришла счастливая. Был тест по математике у них сегодня в школе. Она набрала 80 баллов. Отчего очень сильно счастлива. Прямо светилась вся, когда я ее забирала сегодня с остановки школьной. С автобуса. Ей с переводом помогла учительница. Точнее, не с переводом. Она читала задания на английском языке. Уже нужно еще прочитать. Не все еще понимает, к сожалению. Поэтому учительница читала. Она делала. Наконец-таки приготовилась. Что-то у меня в этот раз готовилась. Прямо очень-очень и очень долго. Не знаю, что случилось. Наверное, слишком... То ли не доварила я ее. Очень быстро обычно запекается. Наверное, я ее не доварила. Картошку. Ну, что, наконец-таки мы строили, строили. И, наконец, построили. Салат. Это соус. К картошке. Кто вдруг захочет. У нас уже конец дня. Надо прощаться. А то я опять не говорю никому до свидания в конце влога. Но хотела добавить. Я только сегодня... Что такое? Что такое? Ко мне пришло сегодня озарение. По вот этой подработке в США. Ю... Как он называется? ЮGC. Криэйтор. Короче. Смысл в том, что тебе не бесплатно. Ну, как? В конечном итоге, да. Бесплатно ты получаешь эти товары. Но изначально ты должен сам заказать их. С платформы Amazon. Ты выбираешь товар, бренд, с которым бы ты хотел работать. И чтобы подать заявку. Ну, ты подаешь заявку, в принципе. Но ты соглашаешься, что ты купишь этот товар. Товар. Там под каждым товаром ссылка, ведущая на Amazon. И ты покупаешь. И в результате вот этот бренд тебе потом возмещает эту сумму. Иногда возмещает сумму за доставку, за налог. Это прописано в условиях. Сколько будет возмещено. Сколько ты заработаешь. И иногда такая бывает фигня, что заказ всего стоит 5 долларов. То есть ты заработаешь 5 долларов. Товар стоит дороже. И можно уйти в такой небольшой минус. И поэтому не всегда стоит соглашаться на такую работу. Но ладно, это все тонкости. Я просто по своей какой-то наивности, глупости полагала, что реально так вот выбираешь бренд. И они нажимаешь, да, они одобрили твою заявку, прислали тебе совершенно бесплатно там товары. Ты пофоткался, получил деньги. Это в принципе было бы невозможно, потому что люди-то хитрые. Получить получили и все, и ушли в закат. Естественно, бренд не будет рассылать направо и налево баночки витаминов. Всякие домашние там, я не знаю, что вам там, всякие штуки. Поэтому жду мужа, чтобы посоветоваться. Стоит ли мне сейчас начинать этим заниматься, тратить деньги, с кредитки, как это вообще. Ну, потому что у нас есть планы кое-какие на ближайшее будущее. В общем, посоветуюсь. Но сама идея интересная и не особо пыльная работа. Плюс еще все-таки вот эти товары бесплатно тебе достаются. Много товаров, которые, конечно, я так посмотрела сегодня, мне тысячу лет вообще не нужны. Но наверняка можно что-нибудь да и выбрать. Ладно, на этом буду заканчивать. Всего самого доброго. Пусть у вас все будет обязательно хорошо. И до встречи в следующем влоге. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!